Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 жены и дочери и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рейфы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ага. А вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы выдумали? Точильным камнем? Ха. Крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого. Спасибо, Синдрик. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер. Кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть войска. Где ты их вообще носил? Отлично. Отлично. И не забывай дышать. Это великолепно. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Теперь твоим врагам не позавидуешь. Я хотел еще кое-что тебе сказать. Отец, я должен признаться. Эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовала то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Что теперь? Свет у нас, в Мидгард. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Что? Какие друзья? Что такое? Что такое? Что такое? Брока! 不好笑и. Все как уйд? Девушки отдыхают Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант? Вот так бац и как ничего не было И меня чуть за собой не утянул Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот Ну даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй Что ты сделал? Так лучше Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик Андвари Я о нем не слыхал уже, не знаю Земсто, небось Может он умер, а может вы его и найдете Он тоже гном, как и я Носит приметное кольцо с зеленым камнем Он у меня в долгу Поищите? Если это по пути На, я все понял Вы задаром и пальцем не пошевелите, да? Ладно Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что Вот этот камень приведет вас в шахты Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас Найти его в ваших интересах Из какого мира явились-то? Дайте угадаю Из Альфхейма? Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь Я там раньше много времени проводил Но теперь мне туда хода нет Из-за одного инцидента Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата Чего? Я не виноват Сам пришел весь такой пропахший эльфами Пробудил воспоминания Ай, короче, к делу давай У меня работы по горлам отличат некоторых Настоятельно рекомендую смотреть в оба По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков И всякого недобитого сброда Мы заметили Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма Или Один опять что-то мутит А может, заблудились, кто их знает Спроси кого-нибудь из них сам Пока он тебе лицо отгрызать будет Не так уж мне любопытно Так и думал Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный А, ладно